И всем привет! Вы на канале Самотит, и сегодня я вам расскажу, как улучшить микроигру в CS2. Так, в этом ролике будет, что такое микроигра, что такое макроигра и как улучшить микроигру. Для начала разберемся, что такое микро и макроигра. Макро — это глобальное понимание игры. Иными словами, под макро подразумевается общая идея на раунд, какую цель преследовала команда при своих действиях. Макро развить сложнее, чем микро, ведь макро — это понимание игры, и оно растет только с опытом. Конечно, микро тоже растет с опытом, но для макро нужно гораздо больше опыта, чем для микро. Как улучшить макроигру? Я выпущу в одном из своих будущих роликов, так что рекомендую подписаться на меня и поставить колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Также, как развить макроигру, вы можете посмотреть у других ютуберов, они там тоже все хорошо объясняют. Ну вот, в принципе, вернемся к микроигре. Микроигра — это полная противоположность макроигре, то есть тренировка аима, стрельбы, зажимы и пиков и другое в этом роде. Грубо говоря, микроигра развивается легче, и она развита у большего количества игроков, чем макроигра. Новички и люди, которые никогда не играли в игру, скорее всего думают, что это просто стрелялка. И люди, которые играли в игру, то есть новички, они вовсе не тренируют макроигру. Пока они играют с таким пониманием игры, они развивают в себе микроигру. Ну и вернемся скорее к главной цели этого ролика — как улучшить свою микроигру. Чтобы ее улучшить, первым делом, надо набраться опыта в игре. То есть, если вы новичок и сразу хотите научиться хорошо стрелять, то сразу у вас это не получится. Вы должны понять, как работает разброс, как стоит пикать, сколько патронов стоит оставлять в той или иной ситуации. Чтобы всему этому научиться, надо время, как минимум полгода. И тогда вы более-менее научитесь стрелять. Но, чтобы ускорить этот процесс, нужно помимо активной игры тренировать свой АИМ на АИМ-картах. Есть специальные карты для тренировки пиков, например, на Мираже. Но активные тренировки не означают, что нужно сидеть 24 на 7 в игре. Потому что мало того, что вы ничему не научитесь, у вас появятся проблемы. Такие как зависимость, усталость глаз и другие. И самое главное, что вообще не следует использовать — это читы. Если вы их начнете использовать, мало того, что вас с ними легко забанят, так вы еще и ничему не научитесь. Так что не используйте читы. Играйте с умом и не 24 на 7. Просто играйте в ДМ, обычный, ММ, напарники, неважно. Ведь микроигра отражает ваш игровой опыт. Ну, и сделаем вывод, что микроигру проще развить. И микроигра, в принципе, развивается путем просто игры. То есть не надо там... Для этого нет каких-то специальных тактик. Просто играйте в игру. И... Ну, просто играйте. Набирайтесь опыта. Потом уже вы будете очень хорошо играть. Ну, по-иму я говорю. А вот для макроигры уже стоит разбираться в игре. Но это будет в одном из следующих роликов. Ну, а вы были на канале Саматит. Подписывайтесь. Всем удачной игры. Всем удачной тренировки. И всем пока.